Фраза «шоколадное наслаждение» часто используется владельцами кошки Гаваны Браун для описания этой очаровательной шоколадно-коричневой кошки с завораживающими зелеными глазами. Они бдительны, умны, ласковы и иногда проявляют озорной характер. Порода для истинного ценителя кошек. Многие говорят, что если вы принадлежите Гаване Брауну, никакая другая порода не подойдет. Делить дом с Гаваной – это одновременные привилегии и удовольствие. Человеческое товарищество и взаимодействие – это необходимость для этой породы. Они хорошо ладят с другими кошками, собаками и детьми. Конечно, индивидуальные особенности различаются. Некоторые могут быть несколько сдержанными, однако большинство из них общительны, игривы и разговорчивы в очаровательной, кокетливой манере. Эти восхитительные коричневые персонажи будут не только настаивать на том, чтобы быть частью каждого домашнего дела, они также настаивают на том, чтобы у них во всем оставалось последнее слово. Порода считается умеренно активной по сравнению с некоторыми другими короткошерстными породами. Они не любят ничего, кроме бега по дому или игр, если есть другие кошки, которым можно присоединиться. А после игры, их следующее любимое времяпрепровождение – это сон. Будучи от природы любознательным, Гавана Браун протягивает лапу, чтобы дотронуться и пощупать, исследуя диковинки в окружающей среде. Они по-настоящему чувствительны по своей природе и часто нежно прикасаются к своим человеческим товарищам, как будто протягивают лапу дружбы. Хотя для этой короткошерстной породы требуется минимум ухода, важно установить регулярный уход и купание в раннем возрасте. Большинство кошек этой пароды любят такое внимание. Передние и задние когти должны быть подстрижены, а внутренняя часть ушей аккуратно очищена. У них минимальное выпадение волос, поэтому регулярное купание не требуется, если кошку не показывают на выставках. Идеальную Гавану Браун лучше всего описать как кошку среднего размера и телосложения, крепкую и мускулистую, демонстрирующую чувство силы, но при этом элегантность и грациозность. Двумя наиболее отличительными чертами породы являются окрас и форма головы. Ее характерная форма морды, цвет шерсти, большие наклоненные вперед уши и яркие зеленые глаза отличают их от других пород. Цвет гаваны богатый, теплый, даже коричневый, с тенденцией к красно-коричневому, а не черно-коричневому. Шерсть от короткой до средней длины, гладкая, блестящая, плотно прилегающая. Шуба по ощущениям напоминает роскошную норковую шубу. Первое знакомство с гаваной может быть удивительным опытом, поскольку эта гибкая на вид кошка на самом деле весит больше, чем кажется. Самцы пропорционально крупнее самок. Голова немного длиннее своей ширины, сужается к округлой морде, с явным разрывом по обе стороны от очень выступающих подушечек усов. Если смотреть в профиль, видна четкая остановка у глаз. Единственную в своем роде морду часто сравнивают с лампочкой или кукурузным початком, застрявшим на конце лица. Яркие овальные зеленые глаза гаваны незабываемы. Допускается любой ровный оттенок зеленого, чем зеленее, тем лучше. Уши большие, с закругленными концами, широко поставленные и слегка поставленные вперед, что придает кошке настороженный вид. Волосы внутри или снаружи ушей немногочисленны, перед ушами явно редкие волосы. Кожа носа коричневая с розовым оттенком, подушечки лап розового цвета. Усы должны быть коричневыми, чтобы дополнять свет шерсти. Редкая шерсть на подбородке у нижней губы тоже уникальная особенность этой породы. Эта очаровательная коричневая кошка возникла в Англии в результате запланированного скрещивания сиамских и домашних черных кошек, общей целью которых было вывести коричневую кошку. Впервые порода была завезена в Северную Америку в 1950-х годах. Этот ранний импорт стал частью сегодняшнего фонда Гаванна Браум. В Англии гавана следует типу сиамских кошек, в то время как в Северной Америке заводчики сохранили внешний вид первых импортированных пород. Стремясь увеличить сокращающийся генофонд, заводчики получили разрешение в 1998 году разрешить ауткрасирование с незарегистрированными черными или синими домашними короткошерстными кошками, определенными окрасами ориентальных короткошерстных кошек или сиамскими шоколадными поинтами. Внешний вид Гавана Браун это хорошо сбалансированная, мускулистая короткошерстная кошка среднего размера с телом средней длины. Стерилизованные животные могут становиться крупнее и полненькими. Это умеренно активная порода по сравнению с другими короткошерстными породами кошек. Окрас шерсти должен быть теплым коричневым, обычно красновато-коричневым, без явных полосатых отметин. Обратите внимание, что котята всегда будут иметь отметины, но они исчезают по мере взросления кошки и полностью растворяются к одному году. Усы также должны быть коричневыми, а цвет глаз зеленым. Голова должна быть немного длиннее своей ширины, но никогда не должна быть клином. В профиль нос и морда должны иметь четкий контур. Подушечки лап должны быть розового цвета, но никогда не должны быть черными. Уши обычно умеренно большие. Самцы обычно крупнее самок и имеют средний вес по сравнению с другими породами. Гавана Браун – это умная кошка, которая часто использует лапы для изучения предметов и для общения с хозяевами. Любопытство приводит их к двери, когда приходят посетители, вместо того чтобы предпочитать прятаться, как это делают многие кошки. Гавана Брауны очень привязываются к своей семье и плохо себя чувствуют, когда их оставляют в одиночестве надолго. Они любопытны, интерактивны и должны быть частью повседневной деятельности. Гавана Браун часто становятся лучшими компаньонами. Многих владельцев также удивляет, насколько легко они могут путешествовать со своим гаванским кошками без возражений кошки. Наиболее вероятное объяснение названия породы и наиболее разделяемое приверженцами Гаваны Браун – это то, что ее цвет шерсти очень похож на цвет шерсти гаванских сигар, однако некоторые также утверждали, что название породы является производным от гаванского кролика, который также имеет тот же окрас. Этой породе требуется очень небольшой уход. Нежное расчесывание и протирание влажной тканью один или два раза в неделю, наряду с качественной диетой, будет достаточно для гаваны. Нет никаких известных генетических заболеваний, связанных с этой породой. У них может быть немного более высокая частота генгивита, чем у других пород, что связано с их сиамским происхождением. Цена и как правильно купить. Обратите внимание, в мире начисляется около сотни чистокровных кошек данной породы. Цена на гавану будет достаточно высокой, однако эта изысканная красота того стоит. Стоимость на котят начинается от 400 долларов и доходит до 2000. К сожалению, породу гавана тяжело найти. Правда, всегда можно почитать объявления, возможно кто-то разводит данных кошек на дому. Будьте осмотрительными при покупке, для начала обязательно нужно узнать родословную и поинтересоваться видпаспортом. Итог. Гавана Браун была результатом спланированного скрещивания сиамских и домашних черных кошек группой любителей кошек в Англии в 1950-х годах. Было документально подтверждено, что коричневые кошки были показаны в Европе в 1890-х годах. Одно из названий этих кошек — швейцарская горная кошка. Они исчезли до послевоенного периода, что наиболее вероятно объяснилось тем, что британский клуб сиамских кошек не одобрял их разведение. Швейцарская горная кошка никогда не использовалась в программах разведения современной гаваны-браун. Однако они, вероятно, имеют общую генетику, унаследованную от сиамских кошек.